Всем привет, с вами Мисс Райт и это выпуск Дорамных новостей. Перед просмотром, пожалуйста, включите VPN, этим вы поможете росту и продвижению канала. Поехали! Режиссер Хон Вон Ки из Джонни Брос собирается стать первым режиссером кей-поп-клипов, который выйдет на американский кинорынок. Хон Вон Ки подписал контракт с продюсером Скоттом Штраусом из Badlands. Голливудской продюсерской компании известны производством более 40 фильмов, включая франшизы таких фильмов, как Обитель зла, Преступный мир и Охотник на монстров. Вместе они снимут фильм под названием Он Ни, основанный на оригинальной работе Лин Киу. Он Ни это триллер, действие которого разворачивается на фоне высококонкурентного мира кей-поп и напоминает фильм Черный лебедь. Съемки состоятся в Сеуле и Лос-Анджелесе в первой половине 2025 года. В настоящее время проводится кастинг известных голливудских актеров и кей-поп-исполнителей. Хон Вон Ки выразил свое ожидание от проекта, сказав «Я жду, что этот напряженный триллер о девушках, преследующих свои мечты, найдет отклик во всем мире, так же, как и всемирная популярность кей-поп». Основанная в 2001 году режиссером Хон Вон Ки и оператором Ким Джун Хоном компания Johnny Bros. выпустила более полутора тысяч музыкальных клипов для таких исполнителей, как BTS, EXO, TVXQ, Super Junior, Girls' Generation, Kara, Джайдель, Мамаму и Сотэйджи, став легендарной компанией в индустрии кей-поп, которая занимается продакшеном. Хон Вон Ки также привлек внимание индустрии благодаря своему сериалу Netflix «Сеульские городские легенды» и фильму «Городские мифы», в которых объединены корейские городские легенды и кей-поп-исполнители. Недавно он завершил съемки фильма «Связь» и в настоящее время находится в стадии постпродакшена. Это событие знаменует собой проникновение кей-поп-культуры в мировую киноиндустрию, что дает надежду на то, что насыщенный и увлекательный мир кей-поп дойдет до более широкой аудитории. Корейская постановка мюзикла «Аладдин» представила долгожданный актерский состав. Роль Джинна сыграют актеры Чон Сон Хва, Чон Вон Ён и Кан Хон Сок. Роль принцессы Жасмин на себя возьмут Ли Сон Ён, Мин Гёна и Чве Джи Хе. Примечательно, что для Ли Сон Ён роль Жасмин станет дебютной ролью в мюзикле. Султаны сыграют Ли Сан Джун и Хван Ман Ик, Джафара Юн Сон Ён и Ем Бёль, а приспешника Джафара Ягу сыграет Чон Ёль. Друзей и компаньонов «Аладдина» Касима и Омара сыграют актеры Сон Ман Сока Юг Хеон Ук, в то время как Бан Бо Ён и Ян Бён Чоль сыграют Баб Кака. Корейская постановка мюзикла «Аладдин» будет представлена в двух городах – Сеуле и Пусане. Премьера в Сеуле состоится 22 ноября этого года в театре «Шарлотт Сьете» и продлится до 22 июня 2025 года, а в Пусане премьера состоится в июле 2025 года в театре «Дрим Сьета». Ли Кю Хён и Джи Джин Хи могут вместе сняться в новом ситкоме. Ситуационная комедия «Лололололол» представит различные истории, которые начинают происходить, когда никому не нужный актер и никогда успешный продюсер и развлекательных шоу создают и управляют новой компанией по производству контента. Завершились съемки «Сянься Дорамы» и «Лин Цзяньсянь». Главную роль исполнили Бай Лу и Цзянь Шун Си, а также Хэ Жуй Сянь, Чэнь Синь Хай и другие. Бай Лу исполняет роль Лин Цзянь Юэ, могущественно бессмертный и благословленный четырьмя духами. Цзянь Шун Си играет роль Бай Цзю Си, почитаемого мастера Дачена. Герои оказываются вместе, но переживают жестокий поворот судьбы и из-за конфликта погибают. Судьба дает им второй шанс. Герои восстанавливаются, объединяются, чтобы защитить невинных и противостоять надвигающейся угрозе. Завершились съемки исторической Дорамы «Это процветающая земля», которые длились с конца мая этого года. Главные роли исполнили Ян Ми и Оу Хао, а также Син Фэй, Чжан Тянь Ян, Цзинь Хай Лу и другие. Сериал основан на романе автора Джао Дефа «Искушение и решимость». Действие романа разворачивается в период с 1920-х по 1990-х годах. Нин Сю Сю – дочь самого богатого человека в храмовой деревне Тянь Ню. В день свадьбы ее похитили бандиты. Ее отец Нин Сю Сян не хотел продавать свою землю и выкупать дочь. Вместо этого он решил женить ее сестру на Фэй Фэйн Дяне, возлюбленном детства Сю Сю. Героиня решительно разорвала отношения с отцом, вышла замуж за фермера, научилась работать на ферме и постепенно поняла значение земли для простых людей. В течение двух десятилетий, наполненных испытаниями и невзгодами, Сю Сю, вдохновленная революционными идеями Ду Чун Линя и других, использует полученные знания, чтобы помочь своим соседям и побудить женщин деревни избавиться от оков феодальных идей. Предстоящая дарама JTBC «Хороший мальчик» поделилась первыми кадрами с персонажем Пак Бо Гома. Остросюжетная комедия «Хороший мальчик» расскажет о группе олимпийских медалистов, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, короткими периодами карьеры, травмами и другими проблемами, становятся специальными полицейскими. Вместе они формируют отряд олимпийских мстителей и используют свои уникальные навыки, приобретенные во время спортивной карьеры для борьбы с насильственными преступлениями. В дараме снимаются Пак Бо Гом, Ким Со Хён, О Джон Сэ, Ли Сан И, Хо Сон Тэ и Тэ Вон Сок. Недавно выпущенные кадры с Пак Бо Гомом в роли Юн Дон Джу, боксера национальной сборной Южной Кореи, демонстрируют его мускулистое загорелое тело в синей спортивной форме. Рожденный талантливым бойцом, Юн Дон Джу становится олимпийским героем, но после неожиданного инцидента испытывает отчаяние и начинает жизнь заново как полицейский, снова открывая свой инстинкт от бойца и сталкиваясь с несправедливостью. Также дараму поделилась первыми кадрами с персонажем Ким Со Хён. На недавно выпущенных кадрах Ким Со Хён идеально перевоплощается в Джи Хан Ну, чемпионку по стрельбе. Завоевав золотую медаль олимпийских игр по стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров, Джи Ханна намерена бороться за вторую золотую медаль в трехэтапном соревновании по стрельбе на 50 метров. С завязанными в пучок волосами она выглядит очень сконцентрированной, готовясь к этому событию. Во время спортивной карьеры Джи Ханна была известна как богиня стрельбы за свою потрясающую красоту и пользовалась популярностью словно знаменитость. После завершения карьеры в спорте она исполняет мечту стать полицейским, как ее отец, и начинает службу офицером патруля в специальной следственной группе. Премьера дарамы «Хороший мальчик» запланирована на вторую половину этого года. Новая романтическая дорама «Моему Хэри» с участием Шин Хе Сон и Ли Джу Нука подтвердила дату премьеры. «Моему Хэри» – это романтическая дорама об исцелении, рассказывающая историю ведущей Джу Ин Хо, у которой после исчезновения младшего брата и расставания со своим давним молодым человеком Хё Но развивается диссоциативное расстройство идентичности. Хэри в переводе с корейского означает «диссоциацию». Шин Хе Сон сыграет две роли – ведущий новостей Джу Ин Хо, мечтающий о счастье, и Джу Хэ Ри, счастливую студентку-стипендиата. Ли Джу Нук станет элитным ведущим новостей Чон Хё Но. Он состоял в романтических отношениях с Джу Ин Хо, переживших как взлеты, так и падения. Кан Хун перевоплотится в Кан Джу Йона, образцового студента и ведущего новостей, впервые познавшего любовь. Кан Джу Йон – человек с чистым сердцем, который был одиноким на протяжении обучения в мужской средней школе, старшей школе и военной академии. Чо Хё Джу сыграет универсальную ведущую Пэ Кхё Йон, тайно влюбленную в Кан Джу Йона на протяжении трех лет. Ее душа чиста, сама девушка неревнивая и без комплекса неполноценности, но при этом очень уязвима к одиночеству. Премьера дорамы «Мэй Муха Ри» состоится 23 сентября. 6 августа состоялась премьера исторической дорамы «Путешествие одинокого героя». Главные роли исполнили Джан Сун Вэнь, Цзэн Шун Си, Чэнь Ду Линь и Ван Йой Вэнь. Гуи Джун – молодой мастер из знаменитой семьи в Суджоу. Он окончил архитектурный факультет известного иностранного университета. Во время периода сопротивления японской агрессии Гуи Джун настоял на том, чтобы остаться в Суджоу под предлогом защиты культурных ценностей, в то время как на самом деле он активно участвовал в антияпонской деятельности. В ходе спасательной операции японцы обвинили Гуи Джуна в предательстве. Не сумев доказать свою невинность, чтобы найти настоящего предателя, Гуи Джун взял на себя инициативу по внедрению в японскую армию и стал тайным агентом секретной службы Суджоу. Его скрытое задание полно опасностей. Запланирован показ 36 серий, трансляция будет проходить с 6 по 26 августа. Новая дорама Ти Вен «Сын маминой подруги» выпустила групповой постер. Романтическая комедия расскажет историю о женщине Песо Крю, пытающейся восстановить свою проблемную жизнь, и Чве Сен Хе, сына подруги мамы Песо Крю, которого сама Су Крю считает темным пятном своей жизни. Режиссером является Ю Джи Вон, а сценарист там Шин Ха Ин, вместе работавший над дорамой «Переморская деревня Ча-Ча-Ча». На выпущенном групповом плакате запечатлены четверо друзей, живущих в одном районе – Чве Сен Хе, Песо Крю, Чон Мо Им и Кан Дан Хо. Надпись на плакате гласит «Наша молодость в этом районе». Друзья детства Чве Сен Хе, Песо Крю и Чон Мо Им приветствуют нового соседа Кан Дан Хо, только что переехавшего в их район. Ожидается, что эта дорама расскажет истории дружбы и любви, происходящей в прекрасном районе Хё Рын. Также дорама выпустила новые кадры с персонажем Чон Хе Ин. Чве Сен Хе идеален во всех смыслах. У него хорошая внешность, характер и способности. Являясь руководителем архитектурной фирмы, молодой знаменитый архитектор Чве Сен Хе понимает, что его мирная жизнь нарушена появлением Песо Крю, которая вызвала серьезные проблемы. На недавно опубликованных кадрах Чве Сен Хе привлекает внимание великолепным внешним видом. Как архитектор, развивающий свою репутацию и мастерство, он находится на пути к успеху. Особенно очаровывает его яркая улыбка, излучающая позитивную энергию здоровья. Тем не менее, его всплывшее прошлое открывает тот факт, что когда-то он был перспективным пловцом, прошедшим отбор в национальную команду. Но почему же он отказался от своей мечты и начал вести совершенно другую жизнь? Премьера дорамы с маминой подруги состоится 17 августа. Ли Джи Ук собирается встретиться с поклонниками на своем первом фан-концерте. Лог-ин 28 сентября в Мюнхова Лайф Холл в Сеуле. В рамках фан-концерта Ли Джи Ук представит более 10 живых выступлений, что сделает мероприятие уникальным по сравнению с его предыдущими фан-митингами. Актер надеется создать незабываемые впечатления для поклонников, которые посетят шоу. Кроме того, он будет участвовать в подготовке всех аспектов фан-концерта, включая режиссуру, планирование, композицию и дизайн сцены. В преддверии скорой премьеры фильм «Грубая любовь» представил зрителям стилус Гучинорика, исполнивший главную роль. Картина «Грубая любовь» снята по одноименному роману «Сюити Йосиды», в котором остро поднимаются сложные эмоции людей, такие как жестокость и злость, а также истинная сущность, скрывающаяся за ними. В фильме снялись Коидзуми Котаро, Фубуки Джун, Баба Фумика, Мидзума Рон, Аоки Юдзу, Сайто Йойтиро и другие. Режиссером выступил Морикаки Юкихиро. Момоку живет в семейном поместье мужа, где каждый день сталкивается с различными стрессовыми ситуациями. Подозрительные пожары по соседству, пропажа любимого кота, странное поведение мужа, навязчивая свекровь, неприветливые соседи и даже тревожные слухи в социальных сетях. Момоку пытается не обращать внимания на эти проблемы и продолжает вести так называемую вежливую жизнь, стараясь быть хорошей женой и невесткой. Однако постепенно ее повседневная жизнь начинает рушиться, и в конце концов она, загнанная в угол, развивает ненормальную привязанность к полу. Момоку наконец-то пробуждается, она красит губы ярко-красной помадой без какого-либо выражения эмоций на лице, врывается в дом соседки с целым арбузом, ныряет и ползает под полом, бегает ночью по городу. Что случилось с Момоку и что означает ее держимость полом? Премьера фильма «Грубая любовь» состоится 30 августа. Зрители с нетерпением ждут премьеры новой дорамы «Королева Ухи», которая обещает стать ярким событием в мире корейского телевидения. Сюжет сосредоточен на жизни королевы, которая сталкивается с множеством испытаний после внезапной смерти супруга. Такой неожиданный поворот событий, по мнению поклонников, делает историю особенно захватывающей. Главная героиня Чон Джун Сой играет королеву У, сильную и решительную женщину, которая сталкивается с дворцовыми интригами и другими трудностями, связанными с ее положением. По сюжету, дорама королева становится мишенью для пяти кланов, борющихся за власть, и принцев, желающих занять трон после внезапной смерти короля. У нее есть 24 часа, чтобы найти нового правителя. Дорама обещает показать не только борьбу за власть, но и личные испытания королевы, что добавляет глубины ее персонажу. Многие поклонники уже отметили, что Чон Джун Со прекрасно подходит для этой роли, и их ожидания подкрепляются ее предыдущими успешными работами. Комментарии зрителей подчеркивают, что ее актерское мастерство и харизма делают выбор актрисы на роль королевы идеальным. Недавно выпущенные кадры из дорамы показывают драматическую трансформацию Ухи. Она излучает грацию и харизму настоящей королевы, управляя дворцом с элегантностью и затоинством, а ее ум заметен в глазах, которые ярко сияют даже в темноте. Запечатленная в доспехах и с натянутым луком, Ухи идеально перевоплощается в воительницу на поле боя, демонстрируя совершенно другую ауру в сравнении с образом во дворце. Сможет ли Ухи защитить себя и свой клан в условиях борьбы за власть? На недавно выпущенном постере королева Ухи находится в центре борьбы за трон, окруженная пятью ключевыми фигурами. Рядом с изображением Ухи, отражающим ее решительность, размещен текст. Я решила снова стать королевой, чтобы выжить. На постере также запечатлены король Гона Му, глава королевской охраны Муголь, третий принц Го Бальги и премьер-министр Юль Пасо, а также главная придворная дама Усун. Сложные взаимоотношения этих персонажей интригуют переплетением их судеб. И еще до премьеры Дорама успела подвернуться критике. По мере появления рекламного контента, Дорамы начали возникать вопросы относительно исторической точности. Хотя изображение некоторых деталей, таких как редкие традиционные элементы когуре для защиты шеи, получило похвалу, костюмы вызвали споры из-за сходства по стилю с китайскими. Ведущая актриса Чон Джон Со недавно преодолела обвинения в школьном насилии, но из-за королевы Ухи ей придется столкнуться с новым вызовом. Сможет ли этот королевский сериал преодолеть исторические неточности и получить признание за свое качество? Премьера Дорамы Королева Ухи, в которой снимаются Чон Джон Со, Ким Му Ёль, Джи Чан Ук, Чон Ё Ми или Сухёк, запланирована на 29 августа. Настало время посоветовать вам Дораму и сегодня это Дорама Великолепный Развод. Что такое брачный союз? Это продолжение истории любви или его окончательная страница? Такой вопрос ставят перед зрителями создатели этого веселого сериала. Мысли по этому поводу, ублуждающие в головах представителей разного пола, очень отлично между собой. Чо Сок Му довольно упрямый мужчина, предпочитающий жить в одиночестве и мало общаться с другими людьми. Его жена по имени Кан Веру является полной его противоположностью. Эта женщина очень легка на подъем, очаровательна своей непосредственностью и позитивными эмоциями. У Сок Му когда-то была первая любовь, Джин Ю Ён, которая считается весьма неуравновешенной дамой, всегда четко понимающей, чего ей нужно достичь в ближайшее время. И последний герой, о котором хочется рассказать, это Ли Чан Хён. Он пользуется огромной популярностью у женщин, хотя еще никому из них так и не удалось точно узнать, о чем думает этот красивый парень. Пишите в комментариях, смотрели ли вы эту Дораму, понравилось, не понравилось, будете ли смотреть. А на этом пока что все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. АННИОН!